Мы идем уже по определенной тропе. Мы идем уже протоптанной по тропе к катастрофе. Самое главное, основное средство производства, оно находится у нас в аренде. Закон нас защищает. Нормальный, хороший у нас закон. Собственно, законы у нас все великолепные. И вот есть это понимание, что закон нас защищает. А вместе с тем ты смотришь, что в реальности происходит. Не то, что там по телевизору показывают, и то, что на бумаге написано, а то, что на самом деле происходит. Понравилась твоя земля, значит, у тебя ее заберут, и никакой суд тебе не поможет. Голубка воркует, что голубя нет, где царка... Вот когда мы с мужем только что получили эту землю, и мы шли по этому полю, и я смотрела вот земля от горизонта и до горизонта, и в этот момент я представила черное-черное небо, и на фоне этого черного неба такой маленький шарик земли. И я представила, что вот на этой земле, огромной планете Земля, у нас наши личные, наши 40 гектар. И тогда появилось ощущение надежности, потому что ты понимаешь, что твоя земля, и она у тебя под ногами. И что бы ни менялась, земля останется. Я по профессии шофер-тракторист. Когда начали продавать технику в частные рубки, там машины, грузовые, трактора небольшие, я купил себе трактор МТЗ, старый, бэушный, списанный. Я его отремонтировал, взял бычков, тогда еще земли не было, барашек купил, и дома это все выращивал. Ездил траву, косил для них. А потом начали землю выделять, ферминское хозяйство. Ручшие деды. Пойдет, пойдет. Поехали. У меня 20 лет педстаж, но я все-таки, это 90-е годы, я пошла работать в школу, это 84-й год. В 90-е годы я помогала мужу, но одновременно работала в школе. Изобразительное искусство. У нас еще земля была фон перераспределения, ну это 71 гектар. Мы 14 лет добросовестным образом обрабатывали эту землю. Купили всю необходимую технику. У нас великолепная база. Мы фактически 20 лет жизни, своей жизни, лучших своих лет, вложили в развитие материальной базы, в развитие нашего бизнеса. Все эти годы, вы знаете, мы никогда ничего не позволяли себе. То есть все деньги, которые мы зарабатывали, мы вкладывали вот в это хозяйство. Вот о себе мы никогда не думали. На то, на чем мы экономили, ну, наверное, приличные люди просто говорить стыдно, на чем мы могли экономить, да? Мы на самом элементарном экономили. Вообще крестьяне, они несколько вот зажимистые, даже говорят, жабноватые, да? Но в этом есть какая-то суть, потому что крестьянин всегда вкладывает. В 12-й, 13-й, 14-й год у нас у многих предпринимателей заканчивались договора аренды, так же, как мы. Они пытались их продлить. Но, насколько я знаю, те товарищи, которые хотели сделать все по закону, то есть написать заявление и просто продлить договор аренды, у них это не получалось. Многих направляли главам администрации, на территории которых находилась земля. Многие говорят, что именно там озвучивались цифры, необходимые для перечисления фонд социально-экономического развития Курганинского района. Разобраться, что это за фонд, я так и не смогла. Еще, Николай! Нужно было количество гектаров, умножить на 10 тысяч, то есть у нас 71 гектар, это 710 тысяч рублей мы должны были оплатить фонд социально-экономического развития Курганинского района. Соответственно, понятно, что даже если бы там была сумма 5 тысяч рублей, мы бы все равно ее не заплатили, хотя это смешная сумма. Даже 5 рублей мы ее не заплатили, потому что за эту землю уже заплатил мой дед. Он воевал и погиб за то, чтобы мы не прогинались перед фашистами и не платили оккупантам дань. Посеяли мне только 15 гектар, но, наверное, еще 15 посею, будет 30 гектар еще мне. Ну, уже семена купил еще. А, семена все купил, конечно. А, но все равно уж первая культура пойдет. Первое зерно. Ну, в том плане, что, в любом случае, нам нужно с пайщиками рассчитаться, да? И пайщиками, и она как бы востребована. Если вдруг у нас будут перебои с зерна. Это? Протри. Вода. А, сейчас смотрю. Ты кормить будешь или нет? Да, конечно. Уставь, что ты ходишь? Сейчас вытру, вытру, вытру. В 2012 году администрация в одностороннем порядке расторгла с нами договор аренды. Ну, и получалось, расторгая в одностороннем порядке договор аренды, соответственно, мы теряли преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. В суде, в общем-то, складывалось все нормально. Мы подали заявление в суд, и суд мы этот выиграли. Формулировка суда была признать недействительную, одностороннюю сделку по расторжению договора аренды, земли сельхозназначение и кадастровый номер нашего участка указывался. А вот, когда я пришла с исполнительным листом в администрацию, мне сказали, мы его не возьмем. Я просто бегала по администрации, я так и не смогла его сдать, чтобы зарегистрировать, то есть сдать этот исполнительный лист. Ну, то есть, его не брали, его не регистрировали. Я пошла в конечном итоге, мы пошли в юстицию, юстиция отказалась принимать этот исполнительный лист. Мы пошли к судебным приставам, они взяли исполнительный лист, но не зарегистрировали его, продержали, вызвали мужа, потом сказали, вы знаете, мы не можем исполнить это решение суда. Они мотивировали это тем, что там не прописан механизм, как они должны это выполнить. И в то время, когда мы выиграли это дело, казалось бы, вот все, земля наша, администрация, ну, очень быстро, когда надо, она как-то это тянет годами, а тут они моментально, буквально сумели разделить эту землю на два участка, присвоить им кадастровые номера новые. Ну, я уже говорила, в фальшивой газете, газете-двойнике, выставить, якобы выставить эту землю на торги. Торгов, естественно, не состоялось, потому что никто не знал. И потом вдруг мы узнаем, что эта земля передана в аренду. Но мы прекрасно понимаем, без торгов это не могло произойти. Мы пишем заявление в прокуратуру, и нам сообщается, что в газете такой-то, такой-то было подано объявление о выставлении вот этой земли на торги. Я могу сказать, что я предполагала такой исход событий. Изначально я ходила практически, ну, наверное, более полугода в эту библиотеку, прекрасно понимая, что будет применена именно эта мошенническая схема. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Мне книжечку вот о столы-то не нужно, и подшипку газет за 13-й год, если можно, к органинских известий. Сейчас, минуточку. Так, ну же у нас в этом году еще не было. Вот не ошибка, да, да, я у вас как-то была, потом потеряла. Давайте я вам сейчас принесу газеты, пока вы будете смотреть, я вас опишу, и найду остатки. Я тогда тоже эти цифры оставшую. За 13-й год? Да, за 13-й год. Первая и вторая половина? Можно? Так, 2-й марта какая? Вторая половина, да? Первая. Первая половина. Семь варь. Февраль. Февраль. А, вот, вот начало марта. Страница номер 6. То есть у меня вот она, страница номер 6. Здесь нет никакого объявления. Вот она, страница номер 6. Сейчас я просто покажу, что это идентично. Вот, смотрите. Страница номер 6, номер 23, Курганинские известия, 2 марта, 13-е годы. Все идентично. То есть не отличишь. Единственное, тут какие-то традиции, за верную службу Отечеству, Казак, помню имя свое. А здесь юрский период в Курганинском районе, какие-то программы и затерявшиеся объявления. Первое, что я сделала, прибежала в библиотеку, я подумала, что как же я могла вот так вот все пересматривать, перенюхивать, перечитывать. Я взяла эту газету. Я долго ее опять перечитывала, где. Девушки вынесли мне еще один экземпляр. Сказали, Наталья Александровна, давайте посчитаем. Мы с ними вместе посчитали. 8 страниц, нет объявления. Я опять вернулась в прокуратуру. Мне вынесли вот эту шестую страницу, но уже вот в том варианте, в котором я вам показала. Я сказала, ну а как такое возможно? Смотрите, вот у меня страница номер 6 и у вас страница номер 6. Они сказали, да-да-да, это безобразие, мы с этим будем разбираться. Ну и, собственно, казалось бы, вот она, берите их и сажайте их в тюрьму. Вот очередные мошенники. Ну и, соответственно, потом мы начали писать прокуратуру, следственный комитет, куда мы только не писали, милицию, полицию. Следственный комитет вообще не счел интересным нам с нами разговаривать, нам отличать, кто мы такие. Милиция там тоже смешное расследование проводила. Земля досталась в итоге нашему депутату сельского поселения, который чудесным образом знал вот об этой газете. Депутат Сергей Викторович Катышев. И сидя вот здесь в библиотеке, напротив сидела милая женщина-библиотекарь. Она видела, как я вот читаю эту книжку, странным образом. И она сказала, вы знаете, Столыпин сказал, бедность худшая из рабств. Вот мы получаем 4,5 тысячи, и мы рабы, мы всего боимся. Цитата Ленина. В правящую партию стремятся пролезть авантюристы, открывая первую страницу на века. А ведь как не хотели мы это все читать. Вот за моей спиной как раз та земля, на которой мы отработали 14 лет, и в аренде, которой нам отказали. Говорить о том, что земли нет, это было бы неправдой. Рядышком вот поле, на котором тоже работали фермеры, но этим фермерам не отказывали в аренде, они просто ее бросили, потому что земля на самом деле очень сложная. Здесь уже растут и деревья, и кустарники, и садыки. 10 лет уничтожения мелкого среднего бизнеса, это все тоже государственная политика, которая приведет к катастрофе, неминуемой катастрофе. Ну, может, осрочит неминуемую катастрофу, там хорошие цены на нефть, но все равно катастрофа, она и есть катастрофа. Я просто вспоминаю Германию, 1933 год, когда Гитлер приходит к власти, первое, что он делает, это начинает свою деятельность не с травли политических оппонентов. Первое, что он делает, это уничтожает, вообще уничтожает мелкий бизнес. Средний бизнес подвергается принудительному картелированию, то есть и создается всего 12 имперских хозяйств. Имперских хозяйств из числа верных фюреру, обязательно верных фюреру. Ну, а потом, наверное, вот уже поиск врага, внутреннего врага, поиск внешнего врага и катастрофа. Была история подобная, похожая, когда в 2011 году нам предложили заплатить, Николаю Николаевичу Познякову предложили заплатить 20 тысяч на партию «Единая Россия». Заплатили все, ну, по крайней мере, те люди, с которыми разговаривали, да, суммы были несопоставимы с 20 тысячами, они были гораздо больше суммы. И знаете, учитывая то, что вообще крестьяне, они берегут каждую копейку, она достается тяжело. Я могу себе представить, какими словами эту партию «Единая Россия» крестьяне вспоминали, когда платили эти деньги. Я подала заявление в суд о снятии «Единой России» с выборов. Нам же не просто говорили устно, ребята, заплатите. А это приходил официальный документ, где стояла печать и подпись начальника управления сельского хозяйства. А учитывая, ну, может быть, кто-то не понимает, что все госсубсидии, дотации мы получаем именно в управлении сельского хозяйства. И, кстати, я вот считаю, что мой муж не получал эти субсидии и дотации только потому, что, да, мы не сказали ребятам, мы лояльны к этой власти. Это 11-й год, скорее всего. Это перед парламентскими выборами. 11-й год, да. Это кормоцех. Вот это пшеница, которую мы выращиваем на своих полях. Чистая, качественная. Это кукуруза, тоже, которую мы вырастили на своем поле. На этом зерне делаем корма, свои корма. И у нас получается замкнутый круг. То есть поле, кормоцех, птица, мяс. В 90-е, они протекали, как бы, вот, знаете, при всем при том, что говорят, что вот 90-е, лихие. На самом деле, мы вот вспоминаем эти годы, как годы каких-то таких светлых надежд. При всем при том, что было безумно тяжело. Там мы пришли сюда, у нас был там смешной маленький сарайчик. Мы настолько верили в то, что у нас какие-то есть перспективы, что мы вот на этой земле что-то выстроим. У нас основная часть земли принадлежала собственникам СПК «Колхоз Маяк». Крепкое хозяйство – один из лучших колхозов, да. Но мы уже прекрасно понимали, в сфере чьих интересов это находится. А если в сфере интересов этих людей, то, ну, практически там шансов не было. Знаете, мы договорились с группой собственников, что они передадут свою землю после того, как они ее выделят нам в аренду. Но потом многие прибегали и говорили, вы знаете, там вот ходят разговоры, что вот один человек закатает вас в асфальт, вас, в принципе, не будет. Сложилась ситуация очень непростая в районе. У нас погиб, был взорван, убит, глава района. Это привело просто в шок всех. Он погиб в 2003 году. Его взорвали в машине одного предпринимателя. Потом погибает, ну, самый крупный, не погибает, назовем правильно, официальную версию назовем, значит, кончает жизнь самоубийством самый крупный предприниматель у нас в районе. Предварительно там убив любимую женщину, застрелив. Естественно, район в шоке. Там совершаются какие-то покушения на других предпринимателей. Рассказывать вот в двух словах, как это происходило, рассказать свою жизнь за два года, весь этот кошмар, ужас. Когда у меня под кроватью лежал сборник кодексов Российской Федерации, не на столе, не на... где-то там на тумбочке, а именно под кроватью, потому что я там ночью могла вскочить, вспомнить, что... А вот здесь я попробую вот так. И садилась писать там очередной судебный иск или там заявление в прокуратуру. Мы не давали этому эффективному собственнику забрать колхоз. То есть они проводили собрания, а я через суд отменяла эти собрания. На какой-то момент вот все эти тяжбы по отстаиванию прав колхозников мы прекратили. Вот все, что мы позволили эффективному собственнику забрать этот колхоз. Ну, а условие было отдавайте землю наших пальчиков. Мы были на тот момент единственными, кто вот из всего этого колхоза, насколько я смотрела списки, там больше двух тысяч собственников, пайщиков СПК «Колхоз Маяк». Вот мы были практически единственными, кто рискнул вообще эту землю выделить и работать на ней. Ну, вот наши цыплята. Им сейчас 13 дней. Мы выращиваем кроскоп. Вот в данном случае здесь сидит 17 тысяч голов. Через 40 дней мы уже начнем их продавать. В год мы выращиваем 540 тонн мяса. Ну, и каждый месяц 15-17 тысяч голов вот мы продаем. Когда вот человек просто болен, он идёт к врачу. Когда человек абсолютно безнадёжно болен, и при смерти он идёт к Богу. Вы знаете, в нашей стране настолько безнадёжно всё плохо. В суды идти бесполезно. Местную власть жаловаться бесполезно. Произвол на всех уровнях. Там милиция, полиция, следственный комитет, как ни назови. Просто это невозможно. Это стена беспредела. И поэтому нам, вероятно, нужен Бог, в которого мы должны верить. 15-15, да? Да, 15. Смотрите, мы можем заказать, привезут в четверг. Сегодня у нас что, среда? Но мы в любом случае будем заказать, в четверг мы должны, по идее, привезти. 22 рубля сдачи. Я человек, который в своё время овладел эпистолярным жанром благодаря Владимиру Владимировичу. Мы писали ему кошмарное количество писем. В один определённый момент, когда я вот мужу говорила о Коле, я ничего не понимаю. То есть, ну, смотри, я вот написала сюда, я написала сюда. Они просто не хотят мне отвечать. То есть, я спрашиваю, вот спрашиваю, задаёшь один вопрос, а тебе отвечают просто вот, ты ему про Фомо, он тебе про её, как говорят в народе. Я просто, понимаешь, я поеду в Москву. Вы знаете, я могу всем сказать. Я сказала мужу своему, я хочу посмотреть в глаза этому зверю. Потом, наверное, всё-таки где-то понимаешь, становишься атеистом на какой-то момент и понимаешь, что Бога нет там. Никакой он вовсе не Бог, вот этот вот человек. на эту тему с друзьями, знакомыми я говорить не могу, потому что всё на уровне божества и на уровне веры. И доказать, доказать истинно верующему человеку аргументированно, что Бога нет, бесполезно, да, там где-то в сердце живёт эта надежда. У нас есть птицефабрика, мне бы очень хотелось, чтобы у нас с мужем ещё был там забойный цех. Вот, но как только начинаешь просчитывать перспективы, понимаешь, зачем. И вот этот вот вопрос, то есть зачем, вот этой перспективы, даже среднесрочной, на два, на три года. Хочется заложить сад, хотя бы для внуков, допустим, да. Но, честно говоря, вот за горизонтом три года я ничего не вижу. Может, в зонбе какой-то. Ой, какой кошмар. А давай лучше курицу нарисуем. Дедушка много куриц выращивает? Нарисуй, пожалуйста, курицу. Почему? Нет, курицу, курицу. Если, допустим, в 90-х я строила планы там на 20, на 30, я говорила, что мне 100 лет не хватит, чтобы там вот свои планы осуществить, но я не вижу, я не вижу. Я не вижу через три года ничего. И вот эти 70 гектар вообще принципиально для меня это вот... Представляете, под ногами 70 гектар твои личные. Вот для меня это очень большое значение имело. Имело. Но если представить себе, что мы теряем больше, там, шестую часть земли, да, сушу, то есть свою страну... Ну, моя маленькая катастрофа с 70 гектарами кажется мелочью. Мы теряем страну. Мы теряем страну, вот и меня это пугает больше. и когда мы nearly anthınıンダreme тебе, кто для тех, кто кто думает, то есть свои насы decide что это уп стали на качестве, как он здесь cumplид, если они не успеют меня оттенком в лечке, они только произношли, camouflage, где обычно это получается. что разве движение нахуй młanda, так как я поговорил, Продолжение следует...